Я хочу, друзья, с вами прочитать с 19 стиха. Три стиха мы сегодня прочитаем. Давайте вместе. Это 2-е послание Тимофея, 2-я глава, 19-й стих. Давайте прочитаем вместе. Откройте уже эти места. 2-е послание Тимофея, 2-я глава, 19-й стих. Посмотрите в ваши электронные или бумажные Библии и читаем вместе. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И вот 21-й стих здесь как кульминация. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Аминь. Давайте я начну с самого конца, чем надо было бы закончить эту проповедь. Возможно, это и повторю еще раз. Почему я на это обращаю внимание? И эти вот, вот эти вот, скажем, когда началась пандемия, когда вот начали все вот эти вот перестройки в мире. Этот стих у меня всегда вот где-то вот очень близко около, около языка, близко около головы. Я над этим думаю. Потому что ситуация проявляет нас, кто мы есть. То, что я начал, помните, я говорил, одни смотрят на полстакана помных, другие смотрят на полстакана пустых. Эти люди могут сидеть в церкви на одной скамейке и одно и то же слушать, одно и то же как будто говорить, но к одному и тому же относиться по-разному. И я эти вещи сегодня говорю потому, что я как-то, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но это мое мнение сейчас. Господь ищет сегодня сосуды, ищет людей, кого сможет употреблять в излиянии своей благодати. И мы подходим к этому времени, что сегодня любой мальчик или девочка, знающий Господом, будут серьезным оружием в руках Божьих. Что молодые люди, на кого сегодня кто-то смотрит, ну, как-то со стороны не совсем адекватно или не допускает их сегодня к церковной кафедре, потому что, ну, там они молодые. И я хочу, чтобы каждый из нас, наша церковь, от самого пожилого до самого маленького, каждый на своем уровне уже был сосудом Божьим, нужным ему, владыке, на его всякое доброе дело. И поэтому я сегодня эти вещи говорю и побуждаю церковь, пожалуйста, Бог дал новый шанс для того, чтобы мы предлагали этот шанс другим людям, для того, чтобы мы бы Бога как новый шанс представили, и люди могли бы через тебя прийти к Иисусу Христу, неважно, кто ты есть. Если ты в это веришь, скажи громко «Аминь». И когда мы куда-то идем, значит, Бог нас куда-то посылает. Меня позвали там что-то сделать в доме, значит, тебя позвали. У них своя цель, у тебя своя цель, а у Бога своя цель. Они нуждаются, чтобы закрутить болтик, ты нуждаешься закрутить болтик для того, чтобы с них взять деньги, а Бог нуждается в том, чтобы тебя послать в тот дом, чтобы через тебя прийти к ним и принести Иисуса Христа. Если ты в это веришь, скажи «Аминь». А сейчас скажи, кто ты? Ты просто учитель? Ты просто delivery? Ты просто там какой-нибудь ремодальщик? Или ты Божий посланник в каждой своей профессии, в своем деле, в каждый тот дом, куда ты заходишь? Мы идем отдыхать, мы встречаемся с людьми. И мы себя там так ведем, чтобы люди не знали, что мы верующие, или мы себя так ведем, что люди говорят «Кто ты такой? Почему ты не такой, как все остальные?» Потому что Бог через себя хочет там прославиться. И кому-то мы будем как кость в горле или бельмо в глазу, а для кого-то мы будем елей помазание и ответ на вопросы. И все зависит от того, кто я, кто я сегодня, кого я себя сегодня строю и кто я в действительности. Аминь. Что-то очень тихо. Хорошо. 19 стих. В 19 стихе написано «Но твердое Божье основание стоит». Сегодня у нас была песня на эту тему. Бог знает своих. Он спас нас не для того, чтобы ему проблемы создавали. Он нас спас, усыновил, удочерил, дал нам свое имя, дал нам доступ к его благодати, снял с нас лохмотня греха и беззакония, одел нас в одежды праведности, костюмы святости, богатейшее платье невесты, украшенное драгоценностями, и поставил на лбу печать. Это не клеймо «раб», а печать. Знает Господь своих. Каждому из нас, вот когда-то он все это давал, он дал талант. Помните, мы говорили о таланте. Каждый из нас точно получил талант. И вот здесь стоит вопрос, что я с ним делаю. Самое первое, это точно спасение. Чтобы мне устоять спасение, мне надо обязательно кого-то еще спасти. Если у меня эта цель есть, сохранить мое спасение, то сохранение моего спасения состоит в том, что я переживаю, чтобы еще через меня кто-то обязательно был спасен. Я за него молюсь. Пусть я так хожу пред Богом и так веду себя перед этим человеком, чтобы он захотел спастись около меня. Твердое Божье основание стоит. Мы спасены, мы стоим на камне, на скале спасения, и мы передаем спасение. И он доверяет нам. Он нам дал себя, потому что он посчитал нас, что мы его не подведем. Он нам доверяет. И наше дело – оправдать Божье доверие Ему. И когда мы в этом стоим, Бог знает нас, а мы знаем Бога, то сразу в этом стихе идет, да, отступит от неправды всякий исповедующее имя Господне. Господи, при чем здесь неправда? А он сразу в этом стихе пишет, что могут быть такие вещи, которые будут вас подставлять, которые будут вам, ну вот, вот вам мешать быть тем, кем ты должен быть. И поэтому самое первое – будь честный. И если на основании первого послания Иоанна смотреть, кто такой праведный человек, и вообще в учении Иоанна, и в Евангелии, и в посланиях, то мы увидим этот человек, который думает, говорит и делает правду. Мне это выгодно или не выгодно, но я это делаю. И поэтому, да, отступит от неправды всякий исповедующее имя Господне. А потом в 20 стихе идет буквально как будто совсем другая тема. А вот в доме большом есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Давайте возьмем сосуды, ну начнем с вашей кухни. Есть у вас сосуды, которые вам или подарили, или вы купили, и вы их поставили за стекло, чтобы они не запыливались, чтобы никто ничего там с ними не сделал, и вы знаете им цену. И когда какой-нибудь дорогой гость к вам приходит в дом, и вы вытаскиваете, и я хочу тебя угостить сегодня с этой кружечки, или с этой тарелочки. Чем они вам ценны? У вас был подобный какой-нибудь, ну там, скажем, он где-то там, какая-то царапина появилась, или трещинка, вы его не выбросили, но он уже стоит где-то в другом месте, и вы его пользуете. И дорогим гостям вы его не даете. А есть какой-то такой сосуд, что вы его держите, что вам что-нибудь надо, хоп туда. Ну или там, у нас около умывальника стоит, тоже там ведерко. Это тоже сосуд. Или около анетаза. Тоже стоит. Это тоже сосуд. А сейчас скажите, пожалуйста, где бы вы хотели стоять? Вы понимаете, что вот сегодня каждый из нас, это мы сосуды. Скажи, я сосуд. Скажи, я сосуд. А как вы думаете, вот у Бога, где вы, на какой полке вы стоите? Где он нас держит? За стеклом? Где-нибудь там в рабочем шкафчике? Или вообще может там где-то около чего-то? А смотрите, вот как только он нас спас, он нас всех сделал сосудами. Понимаете, да? Вот я сосуд. И вот зависит от того, что я с собой делаю. Вот так Бог меня и употребляет, применяет. Вот туда он и ставит меня. Ну, тебя поставил там на сцене около этого. Это не значит, если я уже здесь с микрофоном стою и читаю Библию, это не значит, что я уже там у Бога такой высокий. Кто-нибудь в зале, молитвник, сидит и молится за меня, за мое благословение, вы можете быть намного драгоценнее в очах Господа, как я здесь сегодня. Стоит этот титул, а это сосуд в руках Божьих. Позвольте я немножко сейчас мою теологию разведу примером. Обыкновенный пример. Я слышал это от одного хорошо знакомого служителя. Мы с ним в хороших отношениях. И он этот пример навел с его личной жизни, с его служения. У них был, это было в Одесской области, у них там был, в их команде был один серьезный пророк, серьезный сосуд, кого Господь употреблял. Этот человек работал в совхозе, он уже старшего возраста, он на лошадях возил такую бочку большую и просто в рабочее время привозил на поле рабочим воду. И он один раз набрал полную бочку воды и забыл кружку, с чего поить людей. Ну, а как люди будут пить? И он уже доезжает и вспомнил, а где кружка? Смотрит, какая-то консерва, консервная банка какая-то там вот около дороги, он ее нашел, помыл, помыл, почистил, там, ну, так сделал, уже закрутил эту крышку, знаете, уже как будто с нее сделал там ручку. И, ну, люди на поле, на солнце жаждут, они будут пить и этим, потому что они хотят пить, они не будут смотреть на мою кружку. И он так сделал, и так и получилось, напалил людей, люди ему были благодарны, даже за эту консервную банку, потому что они не столько были довольны, ну, кружки, сколько они были довольны в воде, которую они пьют. И он возвращается уже с поля, и Господь ему говорит, вот так, как ты сегодня, я, говорит, у тебя, так сделал, чтобы ты забыл. И я тебе показал, чем ты можешь вот взять, пойми, ты сосуд. И если тебе даю слово, то не гордись, потому что я его передам. осмиряйся, и передай народу, чтобы люди мою благодать, принимая, передавали, как она есть. И этот человек взял этот урок и передал братьям, и вот братья, я сегодня его вспомнил, готовлюсь к этой проповеди, я его, я передаю. Бог через меня говорит, Бог мне говорит. И если Бог через меня говорит мое дело, чем побольше смиряться, для того, чтобы он больше говорил, и чтобы люди могли услышать то, что Бог говорит, а не что Сергей говорит. И для того, чтобы каждого из нас Бог хочет поднять и взять в свое дело, в свое употребление. Да, люди смотрят на кружку. Как красиво выглядит. Но когда начинают пить этой кружки, то некоторые не могут проглотить. А Бог хочет, чтобы когда они пьют, чтобы все они были удовлетворены. Жажда ушла, а пришло Божье благословение, пришла Божья благодать. И Бог хочет, чтобы вот мы были все в таком состоянии, что как только Ему понадобится, Он в любое время мог взять любого. Я помню, когда начиналась свобода в бывшем Советском Союзе, это конец 80-х, начало 90-х годов, как мы выезжаем где-нибудь на стадион, в парк, на площадь, в любой клуб, и, ну, тогда Оксана, Тарас, ну, Заряне тогда, скажем, было 5 лет, и то есть люди, которые через нее пришли в церковь. Она через забор стояла и раздавала брошюрки. Дети пели песню, рассказывали стихотворения, и люди выходили, каялись. Почему я так говорю? Не потому, что это мои дети. Многие так вообще, семьи так делали, и много людей пришло, особенно через детей. И я сегодня, друзья, это очень хочу вам объяснить, вложить, поймите, то не то, что вот точно пастыря Бог будет употреблять. Не обязательно, не ошибайтесь. Я смотрю, что здесь, например, в Америке немало среди нас русскоговорящих женщин. И некоторые очень хотят и хотят общаться, там что-то спрашивать, что им что-то объяснять. А я вижу, понимаю, что вы, женщины, много лучше им объясните. Пусть не общаются с вами, а я буду за вас молиться. Будет больше пользы. И поэтому, друзья, пожалуйста, братья, сестры, не думайте, что это вы там сосуды, а я там, да я никто. Пожалуйста, не смотри на пол кружки полного, извините, пустого. Смотри на пол кружки полного, что у тебя уже есть. У тебя есть благодать? Пожалуйста, бери ее, употребляй. Пользуйся этой благодатью. Я думаю, что вы помните, какими словами начинается первый стих этой же главы. Эта глава начинается. Сын мой, будь силен в благодати Божией. И мы с вами говорили об этом, и на этом одном стихе у нас была целая проповедь. Это была сильная проповедь, и вы молились, Дух Святой сошел на вас, и вы ликовали в Духе Святом. Вы радовались Божьей благодатью. Это было у Апанасеевича и дома. И вот сейчас мы подошли. Это не то, что совсем с разных углов. Это одна мысль идет через всю эту главу. И даже через то, что мы читали, там тоже идет та же благодать. И сегодня мы с вами подошли к тому, что Бог в тебе нуждается. Скажи, Бог во мне нуждается. Покажи на себя пальцы. Бог во мне нуждается. Не в тебе, а во мне нуждается. Понимаешь? Ты нужен Господу. И Бог хочет, чтобы твой сосуд был всегда в таком состоянии, что бы там ни было. Да, Бог может и консервной банкой кого-то напоить. Но если ты Божий сосуд, может, ты думаешь, что он тебя поставит там за стеклом и там на тебя будет дуть, чтобы там пыль на тебя не садилась. Извини, пожалуйста. Сегодня я утром задал вопрос. Второе послание Коринфянам, первая глава. Если не ошибаюсь, там, кажется, в пятом стихе написано. Боже, утешь меня, Боже, утешь меня. Кому Бог дает утешение? Кого Бог утешает? А прочитайте, там в пятом стихе написано. У кого больше скорбей, у того больше утешения. Если вы просите утешение, вы просите себе скорби. Вы понимаете? Поэтому, друзья, дорогие, я побуждаю вас, пожалуйста, давайте будем так жить, будем себя так вести, чтобы мы всегда были теми сосудами Божьими, угодные Богу, в Его воле, в Его руках, всегда, в любое время. Я никак не могу забыть, я, наверное, не забуду, как Валерия говорила свидетельство несколько месяцев назад. Господи, я хочу Тебе служить. Прекрасно. Всегда выключают телефон, а это не выключила. В субботу вечером уже спать ложится, уже поздно. Текст мячий приходит, перезвонит. Можешь ко мне приехать? Мне нужна Твоя помощь. Господи, но почему сегодня? Почему сейчас? Почему столько времени? Почему не в тот день, когда я постараюсь себя в график, почему не в полдвенадцатого или пол первого дня, вот когда я уже там, ну, все будет у меня там, буду бездельничать, я тогда пойду кому-то послужить. Вот как раз, когда охота спать, когда Господь говорит, слушай, ты нужна кому-то. Ты Божий сосуд. И да будет воля Господня. Поэтому, друзья, дорогие, вы не думайте, что если нас Господь спас, нас взял, сделал нас своими сосудами, конечно, мы все золотые, хрустальные, и он нас всех поставил на полочке и говорит, не дай Бог, кто-нибудь коснется, я накажу всех вас. Да, бывает такое. Я знаю, когда дьявол касался христиан и хотел им сделать вред, и они какое-то время терпели, переживали, но приходило время возмездия, и там есть такое Божье обетование, касающиеся вас, касаются заницы ока Божьего. Если вам кто-то делает беду, грех специально, вы знаете, что они не вам делают, они делают Богу. Пройдет время, они пожалеют об этом. Бог вас любит через это, Он это вам делает, чтобы вы не унывали. Поэтому, друзья, дорогие, мы сосуды Божьи, и Бог хочет, чтобы мы были всегда годны владыке на Его всякое, Ему доброе дело, в любое время, дня и ночи. Бог хочет нас употреблять. Если мы, ну вот, то там упал, то там спотнулся, то там трещина в стакане получилась, и мы думаем, что нас уже, наш Отец выкинул, мы уже Ему не нужны, мы уже негодные. То там спотнулся, то там согрешил, то там обманул, то там выкрутился, то там не проявил Божьей святости. И, возможно, ты говоришь, все, у меня с Богом все, у меня с верой все, я никто. Я как только поднимусь, сразу упаду. Как только вот начинаю идти, сразу спотыкаюсь. Как только начинаю молиться, у меня еще больше проблем приходит. Все, больше не буду. Молиться больше не буду, подвязаться больше не буду, ничего делать. Не надо мне, все, хватит уже. Мне так хорошо быть таким тепленьким христианином. Пришел, ушел. Чек выписал, или бумажку положил, или там клыкнул какие-то там два-тридцать числа, цифры, цифры, и на том, кем я конец, все. То сегодня Бог говорит тебе, «А на кого я презрю?» На смиренного и сокрушенного духом. Знаете, кто такие сокрушенные? Это тот сосуд, который много раз падал, много раз разбивался, расклеивался, но падал пред Господом и говорил, «Господи, если ты меня не поднимешь, я все, меня уже нет, я разбитый». А Господь тебя поднимал, склеивал и наполнял собой. Это сокрушенный сосуд, это Богом склеенный много-много раз. И вот как раз эти места, где Бог посклеивал, они там настолько сильные, что потом уже как его не бьют, как его не кидают, а он не ломается. А на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом. Не на того героя, который, «О, грешники, там вы в ад пойдете, потому что вы грешили», а на того, который рота не может громко открыть, широко открыть. Потому что он знает свою дорогу, он знает свои падения, он знает все свои грехи. И который говорит, «Господи, если бы не Твоя благодать, меня бы давно уже не было бы на земле, то сегодня Бог тебе говорит, «Я подниму тебя, я возьму тебя и употреблю для моего имени, для моей славы». И поэтому, дорогие мои братья и сестры, Бог дал нам свою благодать для того, чтобы мы ее взяли и жили ею, подвязались, поднимались в ней, росли в благодать, укреплялись в благодатье Божией, чтобы мы ее передавали другим людям. Через передачу, чем больше ты делишься ей, тем больше у тебя ее получается. Чем больше приходит, чем больше раздаешь, тем больше будешь иметь. Потом, помните, второй, третий стих, «Найди кого-то, тех, которые могут принять и еще другим передать. Передавай, передавай, передавай». Помните, сегодня по этому признаку, по этому стандарту построены все пирамиды, которые там, МНМ, которые продают там вещи, там от дома, от дома ходят, там по друзьям, по знакомым звонят, рекламируют. Это по этому закону благодати дьявол употребляет и свои дела делает. Как втягивает в какой-то грех, как втягивает в какие-то бизнеса, в какие-то деньги. Только это этим делом делают свои грязные дела. А Бог хочет, чтобы мы по принципу Его благодати получил благодать. Молишься, просишь Бога, «Господи, кому мне передать?» Господь тебе показывает человека. Вспоминаешь кому-нибудь одного, самого конченного, самого там, звонишь ему, начинаешь за него молиться, ему начинаешь говорить о Боге. Он сопротивляется, он тебя материт. Только не на это, только не... А ты за него продолжаешь молиться. Потом он звонит тебе, «Слушай, помолись за меня, у меня проблемы, еще что-нибудь». Господь спасает. Бог тебя для этого спас. Потом, давайте все это пропустим, а сейчас мы подходим как раз к тому, где мы были. Приходит сегодня время. Бог ищет людей. Кого будет употреблять для своей славы, для излияния своей благодати в большой мере. Поэтому учите языки, общайтесь с людьми, соединяйтесь больше в Божью благодать, в Господе. И Бог будет наполнять собой. Но живем так свято, ведем себя так честно, чисто, пред людьми и пред Богом, что в любое время, как только Богу надо будет, Он любому говорит, мальчику, девочке, мужчине, женщине, иди скажи, подойди, подай руку, иди поделись, представь меня этому человеку, и Господь будет вести, благословлять. Давайте я закончу то, что вот сейчас происходит у нас на Аляске, в Энкорич. Да, слава Богу, за нас молятся. Когда мы даже попросили Василия молиться и сказали две недели или три недели назад за событие, что происходит в Энкориче, один из братьев записал такое обращение, разогнал по всем церквям в Америке, молитесь за Аляску, молитесь за Энкорич, на второй день взводят с Россией, что там у вас происходит на Аляске? У нас, говорю, хорошо, у нас интересно. И когда во вторник пришла вот группка молодежи, вы, кто там был, с вас пришли, там стоят, предлагают некоторые политические условия, там стоят, скажем, американцы, кто-то ходит с автоматом, с ножом, с оружием, здесь стоят какие-то непонятные, кричат там Black Lives Matter, а здесь стоит группка христиан, которые стояли, и стояли, ну что, ну давай начали петь, спели песню две, пару песен спели, помолились. И вот эти вот из BLM начали кричать, а почему здесь дети, почему вы сюда детей привели, здесь нельзя детей, чтобы дети были. Какое твое дело, кто хотел, тот пришел. А потом ситуация вообще, настолько Господь размочил всю эту ситуацию, расхватил ситуацию, Таня лучше расскажет от свидетельства, я пересказываю то, что она говорила. Звонят люди, что это за такая церковь, что за такие молодые люди, пришли, спели обезоруженные, без оружия, спели несколько песен, обезоружили всех вооруженных. Понимаешь, вот посмотри, что Бог тебя уже как употребил, и как Он нуждается в тебе, в этих детях, в ребенка, буквально, пришли эти дети, и они кому-то мешают. Но вместе они сделали свое дело. И то, что в последующее время, то, что происходит, все ваши молитвы, абсолютно все, не напрасно, ни одно слово, ни одна молитва не прошла просто так. Из этого, друзья, я беру урок себе и вам его говорю. Пожалуйста, давайте мы не будем размываться, не будем опускать руки, чтобы нас никакие ни страхи, ни пожары, никто и ничто нас не пугало. Я смотрю, как вот в четверг на молитве. Уже как будто подвели к молитве, уже начинаем молиться. И буквально, где там, ну почему пожары? Как вот вспышка такая, разговоров, новости все рассказывают. Стоп, 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 братья и сестры, подождите. Мы сейчас себя организовали для того, чтобы идти в духовном мире, перед Господа и это все разрушать. А мы, получается, сейчас какие-то новости, наши сосуды настолько нахлюпали в нас, извините, этой всякой грязи, что у нас не хватает сил и просто сказать, слушай, хорошо, хватит уже, подожди. Господь, Ты, Царь Царей, Ты, Господь, Господствующий. И я там ставил, кажется, пару дней назад, я ставил такое стихотворение, оно такое простое, очень такое простое, не знаю, слушали вы его или нет, как два царя. Царь, другому царю пишет обращение. Ты пришел, у тебя войны страшные, у тебя много армии, а мы, небольшие, мы маленькие. но наши старцы постоянно предстоят предбогом, а наши юноши не перестают писать поэмы Царю Царей и Господу Господствующему. И я верю, что, возможно, эти дети сегодня, скажем там, ну, прыгают, играют, не хотят, может, хорошо сидеть в собрании, но Божья благодать и в них будет сильна, и есть сильна, и будет делать Божье дело. И поэтому я благословляю вас, дорогие, пожалуйста. Я не говорю, что ничего нету, есть. Я неделю назад возвратился с Покена. Я проезжал этот дым, я видел его своими глазами, я дышал им в нескольких местах. Ну и что? Ну, для кого-то это просто ад в миниатюре, это тренировка перед вечностью. Пусть знают, они хотят этого, они хотели этого. Но, а я знаю одно, что мой Бог огонь поедающий. Я знаю, что в его огне все не его сгорит, а все его будет чистое золото, чистое сейбро, драгоценнейшее, огнем очищенное. И поэтому, на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом. И меня это радует, друзья дорогие. Я благодарю Бога за вас и хочу вместе с вами сейчас помолиться нашему Господу. Боже, это слово пусть войдет в меня. Я твой сосуд, помоги мне быть таким, которого ты в любое время можешь взять и употребить для славы Твоей, Господь. Аминь. Молимся.